Явка стопроцентная в выборах президента в Сочинском госуниверситете приняли участие все студенты юрфака, от первокурсников до выпускников. За столами комиссия регистрирует избирателей. В коридорах установили настоящие кабинки для голосования и урны. Они, кстати, запечатаны, чтобы избежать вальсификации. Не можешь прийти на участок, твой голос тоже учту, члены выездной комиссии. Все как на настоящих выборах. В числе кандидатов 6 человек и даже одна девушка. Большой интерес, потому как предоставляется возможность для изучения всего законодательства, процессуальных документов. Чтобы попасть в число кандидатов, каждый из студентов прошел нелегкий путь. Написание предвыборной программы, сбор подписей, регистрация, предвыборная агитация и дебаты. Не просто пришлось и членам избирательных комиссий. Деловая игра длится уже почти месяц. Все это время до сегодняшнего дня, дня выборов, участники игры готовили документацию для проведения голосования. Здесь все по-взрослому. Проведение таких игр, они воспитывают у людей, как правильно читать закон, как его трактовать, как его применять и как защищать права российских граждан. Деловую игру выборы президента страны в СГУ проводят впервые. Такой формат обучения позволяет максимально легко на практике закрепить теорию избирательного права. Основная цель и задача проведения деловой игры – это закрепление на практике теоретических знаний избирательного процесса. Теперь выпускники Сучинского государственного университета смогут консультировать будущих кандидатов на любых выборах. Выбор сделан президентом студента юрфаков, выбрали Александра Юрченко. Такой формат обучения всем пришелся по вкусу. В университете пообещали, выборы теперь будут проводить чаще. Игорь Кирпа, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.